и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик по названию данного ролика и по данной превьюхи вы наверное уже поняли о чем пойдет сегодня речь да речь сегодня пойдет о смене название канала и о том что больше у нас не будет team pointers вы думаете я несу какой-то бред как это так team pointers не будет что нет нет ребят команда будет все с командой хорошо все отлично меняется название на более привычное на более стабильное как по мне и на более подходящие для нашего youtube канала дефолтное название название моего ника я думаю что по этому поводу мы сегодня говорить не будем сегодня я хотел бы рассказать про нашу команду хотел бы рассказать вообще с чем было связано именно таки название данного канала почему название канала было team pointers почему изначально было не какое-то другое название да и вообще рассказать историю данной команды я думаю что вам будет интересно послушать данную тему и послушать насколько вообще круто у нас все это дело развивалось начну я наверное с того как у нас появилось вообще название данного канала ни для кого не секрет для тех кто смотрит данный канал с самого его начала можно так сказать то название вообще изначально канала было немножечко другое она была связана с зиком так как именно данный человек создавал данный канал и именно таки он вносил первую лепту и первый вклад в развитие данного канала безусловно это была моя личная инициатива и я сказал ему что давай-ка создадим канал давай-ка попробуем давай-ка попробуем сделать что-то хорошее при том что я планировал уже тогда развитие именно таки своего youtube канала планировал того тот момент то что я скоро приобрету свой компьютер и начну вообще деятельность на ютубе мне интересовало очень таки долгое время данная вообще вся движуха и я хотел ею заниматься зиг создал канал не сказать что прям уж очень быстро у нас все это дело пошло но потихонечку потихонечку развитие пошло зиг начал потухать его не интересовала данная тематика ему не было вообще в принципе по большей части это все интересно это было по большей части именно таки моя инициатива и можно таки сказать в какой-то степени я даже заставлял его это делать но как получилось так получилось когда я купил свой компьютер и если не ошибаюсь это был именно таки февраль 2018 года к слову уже в следующем году уже будет как год как я начал вообще стримить и как начал я вообще заниматься ютубом безусловно данную дату мы отметим и я думаю что сделаем какие-то интересные конкурсы по этому поводу по этой годовщине если так можно назвать но не об этом сегодня что касаемо именно таки название оно было сменено именно на название команды все же я думал то что зиг все же опомнится и будет у него тоже время и желание записывать ролики играть стримить и вообще в принципе заниматься также сама ютубом какой-то степени я думал что можно было бы реализовать один канал на двух на двух игроков и вообще в принципе заниматься этим делом как по мне это было неплохое решение но и название именно таки ушло за тимпойтер но в дальнейшем вы видели всю сами ситуацию вы видели насколько мне это интересно вообще движуха и насколько я хорошо ну не сказать что хорошо но в какой-то степени уже разобрался как это все работает как работает вся эта система и насколько круто можно это все дело реализовать вы сами все видите я безусловно рад тому количеству которое мы сейчас уже имеем а имеем на время записи данного ролика почти пять тысяч на канале я рад всем тем людям которые уже подписались на канал но акте всех тех кто еще не подписались я советую вам только подписаться поэтому какая-то вот такая вот история у нас получилась именно таки с данным каналом что же хотелось рассказать еще сегодня сегодня хотелось бы рассказать историю нашей команды историю того как зародилась вообще данная команда команды team pointers и чего вообще в принципе достигла она если вы еще этого не знаете то я постараюсь сегодня вам это все дело рассказать давайте сейчас мы пикнемся что-то у нас там тема не выходит выходить будет переодевается все начиналось в далеком 2016 наверное начало года это было где-то 16 если не ошибаюсь возможно кто знает лучше может меня поправить по этому поводу я долгое время мечтал планировал и думал сделать свою команду найти тех людей с которыми мне будет по кайфу играть с которыми у нас получится научиться хорошо взаимодействовать на карте нагибулить обожаю свои любимейшие танки которые постоянно выбивают крит ошибку на чем я остановился остановился я на сказе о том насколько круто у нас вообще планировалось реализовать мою идею насколько я горел желанием сделать свою команду насколько я горел желанием найти тех людей с которыми мне будет реально по кайфу играть и с которыми мы сможем добиться больших высот в этой игре хоть и после ухода именно таки старлада раз нашего проекта киберспорт в игре стал совсем другим и это был уже совсем не тот уровень который был у нас изначально но все же я хотел добиться того что сейчас уже имеем я хотел какой-то мере доказать самому себе что все это дело реально и всего можно добиться всего лишь нужно найти тех ребят с которыми тебе будет играть по кайфу с которой который будет понимать тебя в дальнейшем и с которыми друзья будет вообще определенный контакт и наверное таким я хочу сказать одну вещь что именно таки благодаря данной наверное команде я до сих пор играю в эту игру конечно сейчас уже интерес у меня не только за счет данных игроков но и за счет развития именно таки youtube канал но по большей части это заслуга именно таки команды которая как по мне является очень сплоченным коллективом и все ребята которые когда-либо играли в team pointers или играют до сих пор являются реально хорошими ребятами которые которых я уважаю которые уважают друг друга и которые понимают что они делают вообще в принципе это тяжелый путь который мы шли довольно таки долго много раз уступались моментами ничего не получалось миллионы спаленных нервных клеток бомбежа ругани но в итоге все все понимают и все друг друга знают уже довольно таки продолжительное время это отличная команда я буду говорить это всегда и один факт того что игроки данного коллектива именно такие игроки команды team pointers заняли первое и второе место межкланового чемпионата говорит о многом говорит как минимум о том что это не просто команда которая собралась вместе тупо поиграть там выиграть какой-то один турик и в итоге больше ничего не завоевать вообще в принципе эта команда в которой сейчас на данный момент имеется около 6 чемпионов около стальки же человек серебро игроков с краской серебро и как по мне это очень отличное достижение для той команды которая по сути не так уже давно собралась и не так уж давно вообще в принципе что-то у нее начало получаться понятное дело что сейчас мне скажут что плена кто может быть лучше вы старые игроки но давайте не будем забывать о том что вот именно таки эти два игрока которые сейчас играют со мной в катке они далеко не не те игроки которые давно играют в нашу игру что ветер что тема это два игрока которых раскрыла данная команда как как по мне именно таки в team pointers данные два игрока раскрылись полностью понятное дело что ветер раскрывал пов раскрывали дуэли но что касаемо именно таки тёмика то это вообще по сути я бы сказал какой-то части человек который смог доказать многим что можно играя цп добиться всего того чего он сейчас имеет я очень рад тому что вообще в принципе у нас получилось и я уверен то что очень многим нравится наша игра нравится насколько круто вообще в принципе получается данная все у нас командная движуха понятное дело что во всех больших турнирах клановых там и тому прочему по большей части никогда team pointers не играет все за один за один коллектив так как это практически нереально все же у нас по большей части игроки не любители хорнет рельсовых форматов то есть всяких этих именно таки межклановый чемпионат но это чисто в теории невозможно но что касаемо именно таки турниров то это безусловно командный успех это коллектив с которым которому вообще в принципе сейчас не надо особо с друг другом там общаться в бою все отлично понимают что нужно делать и все отлично готовы вообще к любому развитию событий единственный момент наверное и такой вот осадок который у меня сейчас остается это проигрыш последнего то в дт где именно таки вавилоны выиграли в гранд-финале team pointers и многие за это будут осуждать еще не раз нашу команду и говорит что нифига вы не лучшие нифига вы ничего не можете вы проиграли и я не могу не согласиться с этим фактором но ни для кого не секрет что именно в том матче я уехал я не доиграл данный матч до конца но у ребят все пошло не так как должно было идти проигрыш есть есть моменты в которых что-то не до конца реализовывается но в общем и целом я могу сказать точно что это одна из лучших команд и одна из лучших команд которая сумела доказать многим что главное здесь в этом всем факторе не личный определенный скилл а командная игра и командное желание видеть вообще в принципе возможно для многих есть сейчас не шут несу вообще какой-то бред мне там будет хейтить и говорить что да чё ты там знаешь что ты вообще тут сделал кто ты такой вообще по сути зачем ты это делай вообще все дело записываешь но я горжусь тем чего получилось добиться у нас с ребятами и реально я рад за всех тех кто до сих пор играет в team pointers до сих пор поддерживает наш коллектив и именно таки этому я хотел посвятить данный роль надеюсь вы поняли мою установку мой посыл я надеюсь что и в дальнейшем мы будем продолжать играть командные турниры под названием team pointers и будем радовать вас красивыми и яркими победами у меня на сегодня все спасибо всем за просмотр данного ролика всем удачи и всем пока удачи а